Всем вредные привычки, пацаны! И многие в комментариях писали про этот трек, но до недавнего времени я думал, что это записанная живая гитара. Но после 150-тысячного прослушивания я решил таки попробовать расковырять эту мелодию в FL-очке. И да, это видео про именно мелодию основную из этого трека. И если вы хотите возвращения формата про мелодии, то это в ваших силах сделать. Просто напишите в комментариях о том, как сильно вы хотите видосов про мелодии и наставьте этому ролику лайков. А мы старт ту ем. Начинаем с того, что выставим темп в 103-4 удара в минуту и добавим плагин Contact. А в нем добавим NG от Ильи Ефимова, то есть нейлоновая гитара. И в пианороле мы выбираем root note C-sharp и какой-нибудь там минор, потому что все равно мы будем использовать дополнительные нотки. Первый аккорд это естественно C-sharp минор, то есть до диез минор. Основной аккорд это у скейла. После него идет аккорд, который идеально подходит для того, чтобы сказать, что все, что вы здесь видите в этом видео, плод моего воображения. То есть, возможно, вот этот аккорд, который я даже не знаю, как его назвать, возможно, там его нет. Но мне показалось, что использованы именно вот эти нотки, и этот аккорд звучит прикольно. Следующий аккорд это F-sharp минор. А следующий аккорд это G-sharp мажор. Мы используем две нотки, которые не входят в этот скейл, но, по-моему, этот аккорд ложится сюда просто идеально. И теперь давайте эти аккорды как-нибудь перекидаем вверх-вниз, чтобы они звучали поприкольнее. То есть, вот эту нотку перенесем на октаву вверх, эту перенесем на октаву вниз. Затем, чтобы у нас появилось некоторое движение вниз в аккордовой прогрессии G-sharp, тоже перенесем на октаву вниз. И вот эту нотку D-sharp перенесем тоже на октаву вниз. Мне нравится эта прогрессия, и мне кажется, из нее вот именно тот самый вайб мелодии и получится. И мы сейчас превратим вот эту прогрессию аккордов в мелодию. А вот та мелодия, которая у нас получится в финале этого видео, она уже сейчас доступна вам для скачивания у меня в инстаграме по ссылке в описании. Там ссылка в профиле, и вот там вы найдете эту мелодию. А если вы хотите скачать именно проект, тоже итоговый проект со всеми эффектами, со всеми сэмплами, со всем-всем-всем, что я сделаю в этом видео, то я его выложу, когда этот ролик наберет 3333 лайка. То есть, если вам нравится оригинальный трек, нравится это видео, или вы хотите поковыряться в проекте, который будет в финале этого ролика, то поставьте лайк, и уже очень скоро вы сможете его скачать там же у меня в инстаграме. Мелодия там звучит так. И строится эта мелодия на тех нотках, которые входят в аккорд. Начинается она, по-моему, вот так. Дублируем. Только вот это поднимем на октаву вверх, а вот это опустим на октаву вниз. Теперь дублируем этот аккорд. И вот эту нотку мы продублируем на октаву вверх, чтобы добавить звучание более высокого. Для второй части мелодии вот эту фигню мы дублируем, но здесь эту нотку С мы опустим на G. Потому что у нас в аккордовой последовательности у нас есть некоторое движение вниз, и это же самое движение вниз у нас есть и в мелодии. А поскольку второй аккорд очень похож на первый, то начало второго такта почти совпадает с началом первого такта, но с некоторым движением вниз. Теперь просто дублируем вот эти нотки. Дальше F-шарп, F-нотку и F на октаву вверх. А если С? Да, скорее С. И теперь просто дублируем этот аккорд. И теперь давайте G и D. D-шарп. Да, то, что нужно. И здесь G. Сам вот этот аккорд теперь. Возможно, это выглядит сложно, но на самом деле тут ничего сложного нет. Просто мы прописали аккорды. Каждому аккорду соответствует один такт мелодии. И вот эта мелодия написана полностью на нотках этого аккорда. Теперь давайте Ctrl-C, Ctrl-V в новый паттерн. Теперь немножко настроек в самом контакте. Во-первых, у нас здесь выставлено Main, но мне кажется, что тут прикольнее звучит Modern Boss. Звучит потише. Она такая чуть более зажатая, эта гитара. Но вот эти звуки струн, не знаю, вот некоторый какой-то вот такой звон, он здесь более отчетливый. И мне это, ну, нравится, как это звучит. И теперь в опциях мы еще во вкладке Noise чуть-чуть добавим всех звуков, чтобы было чуть по-человечнее, что ли. Вот какие-то такие настройки для Noise мне нравятся. Теперь мы все это выделим и сделаем чуть-чуть погромче. И теперь нам нужно создать какую-то именно динамику внутри мелодии. Для этого просто пойдем простым путем. Первый аккорд погромче, вторая нотка потише, третья в среднем. Тан-тан-тан. Во втором такте мы сделаем то же самое, только вторую нотку еще чуть тише, а третью чуть тише, чем в первом. Выглядит это проще, чем когда я объясняю. Длинные аккорды мы немножко сократим, чтобы сюда вставить FX-ики гитарные, которые мы добавим из амнисферы. Теперь жмем Alt-S и какие-то настройки выбираем. И Preserve End обязательно нужно включить, потому что если его выключить, то будет вот так. То есть концы нот будут заходить на начало других. А Velocity крутим так, чтобы низкие ноты были более тихими. Но не так. Еще в библиотеке я хочу гитар-мод поменять на кейборд-мод. Потому что в гитар-моде, если две ноты располагаются на одной струне, то они будут играть с легато. То есть они не будут играть одновременно. А если мы поставим кейборд-мод, то хоть все ноты разом. Нажимая они все сыграют. Это я делаю для того, чтобы вот эти нотки продлить, чтобы звучало поприкольнее. Теперь добавляем амнисферу. Патч-браузер, гитар. И в поиске пишем FX. Тут есть вот такие FX. Баритон, типа они более глухие. Фламенко. Но я использую фингерстайл просто потому, что кликнул на него до этого первый раз и поставил ему 5 звезд. Можно какие-то звучки поставить. Я, наверное, буду использовать только вот эти звуки. И для каждого такта я буду выбирать разный вот такой звук, потому что их тут дофига. Вот. Немножко сдвинем их от сетки и выровняем. Вот так прикольно озвучит. Теперь, сомнительная вещь. Мы правую кнопку жмем на контакт и клонируем его. Поскольку в эту библиотеку изначально вшита некоторая гуманизация, то есть эта библиотека как бы изображает человеческую игру, и поэтому каждый раз играет чуть-чуть по-разному. И поэтому мы берем Ctrl-C, Ctrl-V. Одну смещаем налево, другую смещаем направо и получаем стереоэффект как раз за счет вот этого очеловечивания. И перед тем, как мы продолжим, я не знаю, стоит ли делать разбор на бит из трека, я не знаю. Как вам такой каламбур? Потому что эту работу Моргенштерна и Слава Мерлу я послушал уже несколько раз. Я не скажу, что трек прям супер-мега-гениальный, потому что те же самые вредные привычки мне понравились больше. Но если вы прям очень хотите увидеть разбор этого бита именно в моем исполнении, то обязательно напишите об этом в комментариях. Если будет очень много комментариев, то я буду просто вынужден прислушаться к вам и снять разбор этого бита. Тем более, что там тоже гитарки. И в целом можно сделать на эту тему довольно интересный видос. Так что если хотите разбор, напишите об этом в комментариях. А мы выделим все эти звучки и отправим на один канал микшера In The Own Your GTR. Но там в мелодии есть как минимум еще одна штучка, так что добавим Analog Lab 5. Пресеты идем, Types, Mullets. И мне нравится конкретный звук здесь, я его не раз уже использовал. По-моему, вот это он. И там в треке есть какая-то такая штука. Для этого переключаемся на одну треть. И длина звука будет вот такой. Ну и собственно прописываем по ноткам, которые у нас используются в мелодии. То есть это C-Sharp, D-Sharp, потом снова G-Sharp. И так же вниз. Еще вот это выделяем. Правой кнопкой мышки тянем, чтобы было так по нарастающей громкости, потом по убывающей. И добавим еще одну амнисферу, просто потому что мне хочется добавить этот элемент в мелодию. Я не уверен, что он есть в оригинале. Патч-браузер. Выбираем Textures Playable. И я хочу добавить какую-нибудь атмосферную такую фигню на задний план. Конкретно мне очень нравится один звучок тут. Вот этот, да. Он такой, воу, и там еще какие-то колокольчики или типа того, какая-то такая фигня есть. Так что пропишем как-нибудь вот так, и в следующий раз он будет играть на F-Sharp. Нет, вот так. Это будет на C6, а это на F5. Да, вот так мне нравится. Окей. Теперь займемся основной гитарой. Первым делом закинем на нее Echo Boy, потому что у нас как бы нету шифт на хетах, но какой-то E-Boy нужен. Это будет Echo E-Boy или E-Eco Boy, как вам больше нравится. Естественно, мы его переключаем в Ping-Bong. Но звучание не идеальное, но поднимаем Low Cut и High Cut. Ну, в целом ничего не изменилось. Swing добавляем, Feedback добавляем, а Mix перемещаем в сторону Dry, чтобы было... На заднем плане так чуть-чуть, чуть-чуть слышно. Следующим этапом ставим Вальхалу Винтач Верб. У нас здесь будет целых два ревербератора, потому что мне кажется, что так прикольнее. Выбираем сначала Rooms и Tight Room. Где-нибудь до 30% выбавим Mix, потому что нам нужно довольно много ревера, но не слишком. И ставим второй Вальхалу Винтач Верб, в который мы выберем уже Large Plate, потому что мне нравится этот пресет. Тоже где-то в районе 30% многовато, но если что, убавим. После этого ставим Pro Q3. И тут уже начинаются какие-то сомнительные решения. Я немножко убавлю низ. Теперь переходим в Mid эквализацию, то есть эквализацию как бы того, что по центру. И на Mid составляющей убавляем чуть-чуть серединку. И особенно прикольно это звучит в сочетании, если переключиться на Side и в Side убавить довольно много низа. Звучание стало сразу каким-то таким легким. Мне нравится. Это не всегда работает, например, с каким-нибудь фортепиано. Это, скорее всего, не будет работать. Но вот с этими суперстереогитарами, по-моему, звучит прикольно. И чтобы усилить этот эффект, накинем сюда Ozone Major. Сомнительное решение. Ну, я говорил, что тут будут сомнительные решения. Бенд этот поднимаем, этот бенд тоже поднимаем. Включаем стереоайз. И вот так как-нибудь. То есть вот так звучало. Не со всеми инструментами это будет работать. Но здесь, по-моему, такая настройка подходит идеально. Теперь аналог LAR. На него мы накинем, давайте тоже накинем на него ECO BOY. Что уж, продолжать ECO BOY. Как-то так. И теперь Вальхолая Vintage Verbs Large Plate. Так, Large Plate также и... Да пофигу, пусть будет 40%. Все равно этот звук звучит редко. Теперь Амнисфера. Просто убавим немножко низа. Вот так. Мне нравится. И теперь такая несколько сомнительная вещь. Дублируем вот эти мелодии в новый паттерн. Идем в плейлист. Выделяем и Ctrl-Alt-C. И Enable Master Track. И Enable Insert Track. Отключаем, чтобы это все зарендерилось вообще без эффектов. Просто эта контактовская библа, она играет, как правило, с небольшой задержкой. Все, что я играю через вот эту библу, я всегда рендерю в WAV. Так что включаем инструмент Sleep. И немножко с зажатым Alt-ом двигаем, чтобы убрать задержку. И просто отправляем на тот же канал GTR. И чтобы оно не дублировалось нотками, которые у нас прописаны в основном паттерне, просто отсюда их удаляем, эти нотки. Но еще у нас будет две маленькие дополнительные мелодии, поэтому одну библу возвращаем на центр нажатием средней кнопкой мышки сюда. Мелодия звучит как-то так. Ну, проще показать. Просто по ноткам, которые входят в аккорд. С тем же самым ритмом. По-моему, так. О, именно так. А здесь уже ты-дын-дын, то есть выше, начиная с... Да, с нотки Е. Да-да-да-да-да, вот оно. Ну, и немножко продлим. Но с Velocity нужно что-то делать. То есть их в целом чуть убавим. И немножко такая... Прогрессия вниз. Мне нравится. Вот это все мы берем. Тоже дублируем в новый паттерн. И тоже ресэмплим. Тоже без эффектов. Отправим ее на какой-нибудь, давайте, пятый канал микшера. Правой кнопкой мышки нажмем на GTR. И вот так перетащим эту настройку. То есть мы полностью дублируем канал гитары. Назовем его GTR 2. Просто добавим ревера и там, и там. И побольше низу берем. И вот самую капельку вверху. Потому что, ну, звона слишком много, по-моему. Теперь давайте пропишем вторую дополнительную мелодию. Она играет в самом конце трека, но, по-моему, пару раз использована еще и в середине. Там... Ну, как-то типа... Да-да-да... Продлим все это, естественно. Тун-тан-тан-тан... Теперь это дублируем. Но здесь закончится все на D-шар. Да-да-да, то, что нужно. Теперь давайте продлим. Хотя можно просто Ctrl-L нажать. Только вот это сократим, а вот это продлим вот до сюда. И займемся их велосити. И точно так же это все отдельно resample. Чтобы отправить на тот же самый пятый канал микшера, что наша вторая... Первая, точнее, дополнительная мелодия. Из основной мелодии это звучит вот так. Шикарно! Ну и давайте я быстренько накину сюда биток, чтобы продемонстрировать, как работает этот луп. Я традиционно сделал посыл с ревербератором. Tide Room Preset. Потом на канале с ударными Saturn. Тоже с традиционными настройками на басе. Little Radiator. Saturn. На мастере только клипер. В общем, как я уже говорил, эта мелодия по дорожкам зарендеренная уже сейчас доступна для скачивания у меня в Инстаграме. Еще напоминаю вам, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от Адая, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. А чтобы узнать о нем подробнее или заказать его, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании под этим видео. Можете написать мне в Директ, в Инстаграме или ВКонтакте в личные сообщения. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. А если этот ролик вам понравился, показался интересным, полезным или просто прикольным, то ставьте полностью заслуженный лайк и уже скоро вы сможете скачать этот проект и в нем поковыряться. И еще обязательно, обязательно, обязательно подпишитесь на канал. От этого мне станет очень хорошо и приятно. Для этого вам нужно просто, если смотрите на телефоне, просто из горизонтального повернуть в вертикальный режим и нажать подписаться. А если вы смотрите на компьютере, промотать чуть вниз и нажать кнопочку подписаться. Сделайте это прямо сейчас и мне станет очень хорошо. Ну и на этом у меня все. С вами был Стас Гарфпрод. Надеюсь, вам было интересно со мной в этом видео. Буду ждать вас в следующем.